И да, в нашем чемпионате нет звездных игроков даже по меркам белорусского футбола. Возможно, руководство этого футбола принимает не всегда понятные болельщикам решения. Да, у нас точно не самые преданные, не самые толерантные болельщики в стране. Но все эти перечисленные, мною только что факторы, создают наш белорусский футбол. Именно наш футбол, другого у нас нет. И мы должны любить этот футбол. 15.25 по минскому времени, 30 градусов жары. Вас приветствую, город Слоск. В ближайшие полтора часа слишком. Предлагаю вам отведать именно нашего футбола. И уверен, он даст нам еще несколько поводов любить его сильней. Меня зовут Неборка Лесик, трансляция представлена пресс-службой футбольного клуба Слоск. Мы рады, что вы сегодня с нами, и болельщики БАТЭ, и нейтральные болельщики, и просто болельщики белорусского футбола. Сейчас отыгрят гимн Матвея Плантера, гимн, который именно этот композитор написал раньше Шостаковича, о чем легендарный русский композитор долго жалел. А сейчас у нас будет гимн нашей страны, которая недавно праздновала День своей независимости, а потом созерцаем белорусский футбол. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выставили два тренера, они сейчас на ваших экранах, и начнем, пожалуй, с хозяев. Голкипер Артур Лисков, номер 27-й, линия защиты Сергей Цветинский, номер 18-й, два брата Алексея Залески, он номер 22-й, и Андрей Залески, номер 13-й, Дмитрий Алисейко, номер 16-й, средняя линия. Вячеслав Григоров, номер 29-й, он превышен с капитанской повязкой, сейчас они с профессором выяснят, кому из них достанется мяч в воле жеребия. Григорову помогают Евгений Лошенков, номер 10-й, Николай Зинько, 19-й, Игорь Бабко, 23-й, и 17-й номер на спине Сергея Глебко. Его участие в этом матче было под вопросы, но сейчас Глебко на ближней к нам бровке расположился, и с первых минут начнет этот матч острием атаки выглядит у нас в линии. Пристальные болельщики Батыя Слузка едва не закрытыми глазами могут называть составы. Так, что касается Случан, то никаких изменений нет по сравнению с предыдущим матчем Гродно. Юрий Крот решил придержаться того, что сплата побед на состав не меняют. И те же 11 игроков сегодня в стартовой обойме. Сейчас раздражаем. Линия защиты Максим Жавнерчик, номер 15-й, Неманья Милунович, 19-й, Денис Полюков, номер 33-й, Максим Волосько, 42-й. Линия полузащиты Евгений Яблонский, номер 5-й, Илья Алексеевич, 9-й, Алексей Риос, 17-й, 22-й у Игоря Стасевича. В атаке, тяготея в атаке. Вот этот парень, который только что был с мячом Николай Сигневич, у него 13-й номер на спине. И капитан, и лидер, пожалуй, Борисовского АБТ, хотя тоже это мнение можно поставить по сомнению в последний матч профессора Виталия Родионова. У него номер 20-й. Александр Ермакович, главный тренер Борисовского АБТ, Юрий Крот. Круг обслуживал, напомню, финал Кубка Беларуси с участием БТ, когда в Гомеле на стадионе Центральной Борисовчане обыграли Сальгорский Шахтер, но в противостоянии с Луцкой и БТ этот рефери еще не работал. Небольшая заминка у нас с... ...быстро все это дело заживляют, и, думаю, через пару секунд он появится на поле. Но вы видите, пока довольно весело. Начинаются у нас стартовые минуты. Возможно, без каких-то либо угроз. Тем не менее, мяч не задерживается ни у той и другой команды. Зубович сейчас грудью грамотно скинул на Глебко. Смотрим. Так, Глебко долгое время играл в Ботен, воспитанник этого клуба. В прошлом сезоне он играл в составе Случана в аренде, но перед этим сезоном его решили выкупить. Он уже полноценный игрок Сахарников. Волосько с мячом ищет продолжение. Появили в составе относительно игры с Брестом Алексеевич, Сигневич и Максим Володько. Соответственно, сегодня нету в старте Младеновича, Баги и Гордечука. Вот такие изменения произвел Александр Ермакович. Поляков направо. Максим Жамнерчик там. Яблонский. Яблонский недавно, кстати, приезжал в Слуцк только в роли капитана молодежной сборной. Возможно, как раз таки, эта игра 13-го тура. Домашняя Слуцка станет первым матчем, на котором будет аншлаг. Но все-таки, если окинуть, во всяком случае, противоположные от нашей камеры трибуны, там есть такие проплешины, зияющие пустоты. Тем не менее, там около 1200 билетов за час было продано до игры. Но и особых очередей на входе не наблюдается, потому 2000 почти без матча. Для этого участки трибуны, еще несколько флажков и с десяток людей в клубной атрибутике расположили совсем рядышком. Они так несколько в развалочку наблюдают за всем этим, благо им солнце только в спину светит. Еще одна у нас заминка в районе Центрального клуба. И снова Вячеслав Григоров стал ее героем, к сожалению. Именно над ним сейчас колдуют там медики. Думаю, самое время, дабы у нас как-то не поддерживать все-таки интригу этого матча. Ага, у нас и первая замена готовится. Видимо, Григорову так досталось, что и снова, да, над правой ногой околдовали лекарь Слуцка. Да, Вадим Илько у нас сейчас появится на поле. А вот так старт для команды Юрия Крота. Замена в футбольном клубе Слуцк. Лошенкову, кстати, к слову, который также защищал цвета Борисовского клуба, как и Сергей Глипкой. Вот именно там прозвище «Вжиг» Евгений Лошенков получил, выступая за Борисовский клуб. Ну и Вячеслав Григоров, к слову, который покинул только что поле, если не ошибаюсь, в 2002 году защищал цвета Жених. Милунович будет искать продолжение атаки, особо не торопится. Загружает туда направо флаг на Жавнерчика. От Бобко мяч покидает пределы поля. И ауду бросают Борисовчане. В итоге Жавнерчик ищет от Ресата. Два мяча на поле. Надо или выбить, или к руку свистнуть. Во время Зубович второй мяч заметил. Сюда в роли фаворита. Здесь нечего что-то дополнительно придумывать или искать дополнительную интригу, уравнивая возможности сегодняшних соперников. Есть как есть. Бателизор чемпионата Слуцк на сей день явный аутсадер. Плюс один отрыв от Витебска. Это, конечно, повторюсь, не то, на что рассчитывали ни болельщики, ни главный тренер, ни сама команда. Перестартом этого сезона, учитывая, как благотворно и, возможно, где-то неожиданно для самих себя прошлый сезон провел Слуцк. Зубович мяч удается о газон. С лёта пытался Егор пробить. Не получилось. По мячу, правда, даже не попал. Но тревожный звоночек центральным защитникам Борисовского Баты. Если говорить об истории противостояния этих двух команд, здесь довольно любопытное есть сравнение. Во-первых, Слуцк стал исторической командой для Борисовского Баты, потому что именно Слуцчане сыграли первый матч на Борисов арене против нашего действующего уже сколько лет чемпиона. Когда тот стадион только открывался, досмотрим атаку, продолжим. Волосько не получилось, ему как следует передачу отдать. Стасевич здесь поборется. Хитрой мяч упускает за боковую. И сам жив бросит. Сигневич. Один сражается против Алексея Залескова. Случайно здорово мяч высарапал. И контратвет еще раз Слуцчан. Здесь первый черник. Здорово он прочитал ситуацию. Грамотно вышел, без лишней паники. Зазубовичем сегодня, безусловно, нужен глаз да глаз. Учитывая, что вроде как бы находит себя Егор в Слуцке. Дубль оформил в матче против Немана. И вот сейчас, как мы и предполагали, именно он на острие атаке Случай сегодня будет играть. Цветинский несколько замелься шил. Там Родионов этим воспользовался. Загубил Риос, правда, этот отбор, эту перспективную атаку. Лошенков сам идет. Не без помощи соперника падает. Показывает сейчас Риос Лошенкову. Но при чем же толка, парень? Лошенков ответ несколько фраз бросил. И штрафной мякоп быстро вперед вынес. Сейчас Зубович и Данил входит от Полякова. Благо, что во время Максим Жамнирщик подстраховался его партнером. Благодарит за этот черник. Но это заводит Слуцкую публику. Действительно, неплохо. Первые минуты проводит хозяйская команда. Играя против такого грозного хищника, против грозного соперника Борисовского Баты. Алисейка. Скидка головой не получилась. Снова Жавнирщик в игре. Сильно вперед. Еще там Родионова. Родионова находит. Где-то столкнулись у нас два опытящих игрока. Родионов и Лошенков на позиции крайних защитников. Крайний защитник Лошенков именно был. Я, честно говоря, очень радуюсь, что какие-то интересные факты вам о противостоянии со двух команд не дают мне рассказать футболисты. Обычно все мы знаем, насколько мало эффективны у нас чемпионаты. Можно поговорить много о чем в то время, когда команды используют поперечные передачи. Где-то играют в центре поля. У нас пока сегодня не скучно. Это стоит отметить. По белорусским меркам оговорюсь молодой возраст. Яблонский в центре. Коротким пасом на Родионова глубоко Виталий отходит. Жавнерчик разводит руками некому дать и только вот так вот назад. Самый, думаю, момент рассказать вам то, что я хотел. Три игры всего в истории противостояния этих двух клубов. Понятное дело, что все они были проведены в прошлом сезоне. БТ все три игры выиграл. С общим счетом 8-2. В чемпионате 3-1-3-0. Такие внушительные победы. Примечательные, что в составе Слузка. Вообще Борисовскому БТ эти два мяча. Один в кубке, один в чемпионате. Забил игрок, которого сегодня нету. В штате этого клуба Юсуки Сайто. Не помните, я думаю, вы его тоже не забыли. Ну и в октябре прошлого года БТ в дополнительное время у себя на стадионе городской мог на последних месяц. Того самого розыгрыша. Что касается главных бомбардиров в этом противостоянии, то оба они сегодня на поле. И Родионов и Сигневич по два раза заставляли капитулировать с голкипера Слузской команды. Штрафной борься два футболиста БТ. Родионов и Сигневич съедают их защитники Случан. И снова Милуновича мы видим. Планомерно свои атаки БТ развивает. Пробует через фланги, пробует короткими пасами через центр. Пробует вот такими вот забросами дальними. Пока это выгоды особо не приносит. Удар акцентированного. Вот так. 7 минут и мы пока не видели. Это Стасевич проверил Лиско. Лиско улыбается, переговаривается, по-моему, с Виталием Родионовым о чем-то. Честно говоря, очень приятно наблюдать за... Горского шахтера против североирландского Гленова у нас сами могли насладиться той атмосферой, которая царит на таких уютненьких местечковых стадиончиках с маленькими трибунками. И камеры, которые сейчас мы с ней показываем, довольно в выгодной позиции находятся. Поля, дабы видеть все происходящее сегодня на этом изумрудном газоне стадиона городской. Сам Адрей Зальевский пошел. Ау заработал. Быстро бросил. Лико простреливает. Мяч в Полякова попадает. И очередной угловой. Сколько мы уже угловых Солска видели в этом матче? Два. А примечательно, что в прошлой игре против Немана как раз-таки за весь матч Солска два угловых и подал, и один за одним. Это, пожалуй, в минус. Атаки Солска были сказаны, несмотря что самую разгромную в своей истории победу там случайно... Элитовая дивизиона это самая крупная победа. Что касается самых крупных поражений, то с разницей в три мяча Солска постоянно проигрывала. И одним из таких обидчиков как раз-таки стал и Борисовский. Батэм мы недавно в этой встрече тоже с вами говорили. Яблонский. Стасевич. Только-только мы видели его там на правом фланге вдоль штрафную. Пробирался. Но носил удар поворотом Лиско. Теперь он здесь слева на своей привычной позиции. Зубович. Мяч здорово укротил. Сыграл на коротке Смелькова. Смелькова через центр. Лошенков. Здорово Лошенков на опыте лишних движений никаких не делая. В одно касание дует на Бобкова. А то снова на Лошенкова. Десятка Солска. Здесь в центре классно разыгрывает Случани. Не менее классно играет Милунович. Корпусом пободались там здоровенные Зинько и Милунович. И Черник специально подошел к Милуновичу. Поблагодарил своего партнера. Знаем мы, что Милунович стал... Бобкова закручивал ворота. И не окажись там Сигневича, конечно, непонятно, чтобы вышло из этого эпизода. Остроумно сыграл Слуцкиха в бег. И Алисейка будет бросать аут. Но это потихоньку активизировался файн-сектор Борисовской команды. Возможно, вовремя. Наседают хозяева. На защитные порядки Борисовчан. И сейчас Алисейка здорово дриблинг свой продемонстрировал. Только вот в корпус Володько попал. Ну, здорово. Пока мне футбол нравится. Вам как? Жавнерщик справа. Чаще он оказывается на стри. Именно там справа фланга. Нежели Алексей Риос, который, в принципе, ту позицию занимает. Яблонский через центр. Можно разыграть здесь рядом стоящими. Стасевич в одно конкурс. Там побольше народа стало. Развесили они баннеры. Ну и пока так временными интервалами взрываются. То молчат, то потом несколько кричалок, зарядов выкрикнутые. Ну вот сейчас это именно они как раз. Ильяну явно не козырь. Это Алексеевич игра на втором этаже. Это уже понятный по комплекции, по росту этого полузащитника. Лисков вперед заряжает. Здесь снова Зубович в эпицентре событий вместе с Милуновичем, к слову. Зубович тоже не исполняет роль такого острия атак. Не играет на линии офсайда, на линии последних защитников БТ. А постоянно сдвигается. Ищет себя чуть здесь в глубине, ниже. На всякий случай ему отряжен в помощь Николая Зинько. Вот Зубович, посмотрите, и здесь. Сейчас Кубокватер ходит, может пробить. И снова Милунович еще попадает. Сбой. Знаем мы, что в последнее время чуть сократилась обойма команды Юрия Крота. По соглашению с вторым расторгнутой контакты с Дмитрием Еременко. Юношеским чемпионом Европы в составе украинской команды не так уж удачно себя проявил в составе Сахарников. Ну и чуть раньше Перепечка его покинул. Хотя вот уход Перепечка, вернее, переход его, трансфер этого игрока, конечно, вызывал много радужных таких надежд. Но не срослось. Фолл в атаке у Ботен. Очень серьезное сопротивление встречают линии атаки Борисовского клуба. Хотя мастера действительно высочайшего класса в этой линии атаки у Борисовчан и Сигневич, который также вызывается в национальную сборную. Виталий Родионов. Здесь какие-то комментарии дополнительные, нечего давать. Игорь Стасевич, справа Алексей Риос. Возможно, Риос в Ботене не так ярок, как он был. Игорь Стасевич, справа Алексей Риоса в составе желто-синех. Ну, сама та встреча стала для Риоса 200-я в элитном дивизионе. И вот говорили мы, что 189 из этих матчей он провел как раз-таки в составе команды из столицы белорусских калищиков. Денис Поляков, который тоже когда-то играл за «Шахтер». И вот Рассер до сих пор остается внутриклубным самым дорогим в истории нашего отечественного футбола. Алексеевич ищет продолжение на коротке со Стасевичем. Потихоньку, потихоньку в отеле «Мудрестого лукавого». И вот также в нирщик оказывается возглаву флажка. Игорь Стасевич, справа Алексеевич, справа Алексеевич, справа Алексеевич. Сейчас будет на тураже, конечно, более зрелищное. Во всяком случае, у вас звуковое сопровождение. Аккомпанемент этой игре, конечно, требуется. Дабы уже полную картинку мы с вами могли и наблюдать, и чувствовать. Далее, на сбровке. Зубович. Денис Полюков его присягут. Жавнерчик помогает. Мелькова много сани очередного главой. Случайно зарабатывают. Не сказать, чтобы вот эта правая часть обороны Борисовского ПТ Жавнерчик и Поляков выглядят как-то сегодня слабо Очень часто случайно жалят именно через ту территорию Возможно, просто Жавнерчик зачастую вперед убегает А Поляков, ну вот раз за разом как-то его оплошность допускает Хотя, безусловно, к мастерству и профессионализму этого игрока мы испытываем никаких претензий Вне игры, чуть раньше Лайзин поднял свой флажок, хотя атака очень стремительная, ВПТ получалась Здорово, здорово Послушали, хватит Пока на поле у нас ничего такого сверхфессионального Паузу Взял небольшую Безусловно, очень любопытно будет наблюдать за командами во втором тайме, во второй половине Скажем так, тайма второго Учитывая, что с этой продажей прав немцам Все игры у нас будут разведены по времени Теперь, в принципе, если выступать за это решение Все мы знаем, что уже далеко ходить не надо У россиян все матчи разводятся по времени, по дням Но это сделано в угоду телеканалу «Наш футбол» Что же касается нашей ситуации Это все сделано в угоду игрокам, в угоду бутмякерским конторам И, ладно, здесь сейчас 30 градусов, есть небольшой ветерок Игра начинается в 15.30 в середине июля почти Представьте, что сейчас чувствуют футболисты Алексеевич успеет или нет? Здорово Лисько Ногами сыграл И еще раз отметим пас Родионова Если я не ошибаюсь, это именно он ассистировал Алексеевичу Продолжение темы, а теперь подумайте, как будет играться футболистом в такое время в 15.30 Например, на синтетике И залезкий головой неудачно несколько вынес Чтобы он у нас большая часть клубов не обладает вот этими осветительными мачтами Нет искусственного освещения И как будут играть команды с конца сентября, ну, в октябре Или еще тур или два, если не ошибаюсь, в ноябре, тоже вопрос В общем, здесь много за и против Но все-таки чаши высот стоят в ту сторону, что, наверное, в пользу Тем же тому же показу наших трансляций И это не пойдет И качество игры тоже Ладно, возвращаемся на поле Жавнерчик Соск давит АБТ пытается Остро контратаковать Поджидаем Вот такие оплошности случай Это было буквально две предыдущие атаки Не торопятся игроки Батыя, ясное дело в... Учитывая, что скоро Борисовчанам Стартовать на Евроарене К этому вопросу мы тоже чуть позже Вернемся на стиле временем Сергей Глебков Получает по ногам И еще одна Помощь Врачей Слудска понадобится Нет Вроде все нормально Сергей Глебков сам поднимается Ну да, Игорь Крок теперь приглашает футболистов и спить прохладной воды Знаем мы, что такие вещи очевидны в такую-то жару В прямом смысле действительно опасны для здоровья И вот у нас своеобразный водобой организовывают футболисты Сегодня прозвучит стартовый свисток Послушается Борисовских болельщиков Ага, это как раз таки Слудский Сейчас решили не падать в грязь лицом Поехали Письмо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Без особых трудностей. Снова у нас борются здесь Милунович и Зубович. Мирко в центре. Зубович мяч сохраняет. Здорово, пока Зубович нравится. Залезки, в которой Андрей. Бобко слева. Там уже в нервчик противостоит. И Бобко снова в одно касание пытается мяч туда, в эпицентр событий отправить. Это общее скопление игроков. И в очередной раз это очень удачно получается. Залезки классно в отборе. Сказать бы кому-нибудь из партнеров, что Мирко сзади уже побегает. Но, видимо, всей силой истратил на эту облотну Лошенкова. Виталий Родионов действительно в трамвае покатался. И тоже таки в матче на таран. Пошел здорово у него это получилось. Сам себе момент едва не организовал. Капитан Борисовского БТ. Зинько. Ну, хоть какой-то удар. Зинько издарь зарядил с метров двадцати. Спокойный мяч глазами провожал Сергей Черник. Надо бить. Действительно, без ударов нет голов. Такой момент. Сколько раз мы видели прострел у того же Бобко. Слева неудачного. Справа жавнирчик у БТ подключался. Острые выпады Борисовчан восстанавливались обычно полятым флажком Лайнсмана. Жавнирчик. В оба играх сам не пошел. Через Алексеевича. Милунович. Хороший пас в район сегмента на Сигневича. Здесь у него игры не было. Рио здорово открывался. Оперирует сейчас игроки из Словска, что Яблонский рукой сыграл. Эпизод заигран. Яблонский. Вот где мы стоим еще видим. Почти в районе центральной линии. Здорово, плотно, случайно выстраивает свою оборону. Класс. Сигневич, трасса у Родионова не точно получилось. Так вот случайно очень плотно выстраивают свою оборонительную линию. Еще грамотно действительно не просочится. Не знаю, уж правильно поймите меня. Не опустится ли Борисовчане до того, что пытаться взломать эту плотную линию оборону Словска какими-нибудь дальними забросами, лонгболами. Так вот топорно играть. Как у нас, в принципе, любят некоторые команды взламывать оборону соперников. Иногда это приносит результат. Сколько уже БТ в этой атаке, а? Считать, кто? Здесь круг для предыдущих сейчас виснул. Алексеевич такой тактический фолл использовал. Замак у Клепкова поддержал. Игрок возрастной, но обычно он пашет за двоих. Сейчас Евгений сам. Такое тяжело дышит. Красный. 34-я минута у нас со временем на секундомере. Яблонский ошибается с остановкой мяча. Мелько обокрал его. Не получилось только атаку поорганизовать достойную. Сулчаном слева против Лисейка, простите, Стасевич. Уже трех игроков на себе собрал. Яблонский по центру ворот идет. Сам бить не будет. Хотя в тоже игре молодежи Яблонский часто свою пушку проверял. Яблонский, конечно, по праву носит капитанскую повязку. Он один из ключевых игроков нашей молодежки. Приятные впечатления произвел он в той игре. Ну, действительно, он единственный игрок, по сути, из обоймы Игоря Ковалевича, кто получает постоянную игровую практику в своем клубе. Я не беру даже, например, всех гомельских ребят. Молодежки у нас много. Стасевич, здорово! Лошенков не тропится. Залезки, Андрей. Не всегда, на самом деле, удобно комментировать, когда два брата играют в составе Слуцка. Они обычно, естественно, так рядом располагаются. И Андрей, Алексей, Залезки. Ну, два игрока, в жилах которых течет, можно сказать, бело-голубая динамовская кровь. Сами себе угловой организовали случайно. Игорь Стасевич отправится его исполнять, пока на газоне. Сергей Цветинский это был. Вроде все нормально с центральным защитником Слуцка. Может продолжить свою игру. Напомню, что пока Слуцк произвел одну замену, вынужденную Вячеслав Григоров поле покинул. Вместо него Вадим Мельхов вышел. Подача Стасевича. Очковод игроков Слуцка попадает. Алексеевич. Лицо руками. 20 номер Баты. Действительно классно. Хотел на технику исполнить. И все вроде у него получилось. Только вот мяч сильный от щеки, понятное дело, которая на стопе. Мяч оскочил и высоковатый надоворотами Артура Лиско пролетел. Да, я просто не вижу цифрового отсчета времени и таймера, который видите вы. 40-ая минута у нас на носу. Я думаю, поводов особо много добавлять Игоря Груку нет. Но и где-то вот через пару минуточек я вам назову резерв двух команд. Думаю, тоже любопытно. Вам их будет послушать. Сигневич, это была скидка. Реос. В подтверждение тех моих слов, что доверного буквально хотят разыграть. Футболисты и той, и другой команды. И сейчас эта атака Баты действительно продемонстрировала это. Скидка одна, другая. Сигневич, Реос. И когда уже Реос получил возможность действительно неплохо пробить, он пробил. Но вот неплохо у него это не получилось сделать. Лошенков. Лошенков опытный мастер. Буквально 100 играет. Получил, развернулся. У него глаза и на затылке. Посмотрел, отдал. В таком умном эконом режиме играет. Знает, что батареечки сегодня еще приглядятся до 90 минуты. Эти ребята, они как солнечные батарейки. Они от такого солнца позаряжаться не могут. Наоборот, гаснут. Алисейка. Неприятный для Черника угар. Хоть и был он не с такой уж мощной силой пущен. Единственное, что Черник его сразу зафиксировать не смог. А там уже тут, как тут, как Коршун был. Егор Зубович. Ответ Батеа. Снова Родионов. Крозит, вертит. В штрафной площади Сулска. И Твитинский только в подкате может не дышать. Под знаменем Борисовского клуба. И больше атакуют они, больше стандартов. И больше каких-то угроз. Более-менее начинает появляться. И сейчас подача Стасевича. Сигневич до мяча не дотягивается. Подталкивал в спину Яблонский-Мелько. Резерв хозяев Константин Рудинок, Виталий Мараховский, Сергей Горощенков, Сергей Левицкий. Тот самый молодожен, о котором я вам рассказывал в начале трансляции. Илья Броновец. Посудите сами. Я комментирую все домашние игры Сулска. Могу вам сказать, для нейтральных болельщиков, что по сути на лавке рядом с Юрией Кротом нет тех игроков, которые действительно по существу могут усилить игру Сулска. Учитывая, что Вадим Львов уже на поле появился. Артем Сорока. Каспар Тубра. Александр Карницкий. Владислав Климович. Филипп Владенович. Досмотрим эту атаку. Вокруг себя разворачивается Яблонский. Угловой очередной. Филипп Владенович, Дмитрий Бага, Михаил Горзичук. Ну правда ведь, небо и земля. Резерв и той, и другой команды. Учитывая, что Сулска еще одна графа остается незаполненной. Не хватило игроков на полную заявку. Вот, посудите сами. У кого Козырев в рукаве больше? У Александра Ермаковича или у Юрия Крота? Стасевич очередная подача. Выше. Волоско с Риосом отыгрался. Поменялись в банке, как вы заметили, и Риос Стасевичем. Стасевич, по всей видимости, так много уже оттуда угловых подает, что ему просто-напросто лень отсюда с левой бровки туда на дальнюю от нас перемещаться. И уже там он постоянно остается. Алисейка сюда в центр. Плавный такой был мягкий навес. Гриблонский здорово все это заметил. И без особых проблем мяч головой скинул на своего голокипера. Любопытно, что Александр Ермакович так шагает, как по Бродвию, по своей технической зоне, подсказывает что-то, руки сложит туда, пройдется туда. Юрий Михайлович Кротжа, наоборот, сидит, спрятался в тени. Что-то подсказывает, ну, очень эксцентрично своим подопечным. Вот эта его двигательная деятельность все чаще ограничивается какими-то жестами. Здесь мужики в футбол играют. Не превратилась в некую жестокость. Рукой сыграл Зубович в этом эпизоде, когда мяч обрабатывал. Гриблонский. Именно об этой паре Алексеевич и Гриблонский, но не фантазийные, скажем так. Гораздо больше получается на флангах у того же Жавнерщика, у того же Стасевича. Ну, а Риосе пока сказать такого не могу. Ну, и Виталий Розенович сам себя организовывает. Основного времени первого тайма добавлено минимум 2 минуты. Ну, вы сами слышали, 2 минуты у нас Игорь Круг добавляет. Я думаю, что эти 120 секунд минимум футболисты будут доигрывать. К примеру, такую же картину мы с вами и будем наблюдать. Мяч в руках, а в ногах, простите. Игроков в желтой форме будут искать они варианты, дабы все-таки, может быть, умудриться за безгол в раздевалку своему сопернику. Яблонский. Милунович. Уже центральный защитник подходит к центру. По-профессорски выскочил, кивнул незаметно в сторону ворот Артура Лиско. Твой счет у нас открыт. Буквально в подтверждение моим словам. Заставили борисовчане капитулировать галкепера Слуцко. Как раз-таки буквально за минутку до свистка на перерыв. Вот как важно... Вот как важно сохранять концентрацию вплоть до того, как рефери поднесет свисток кубам. Сейчас тоже оставили Виталия Родионова одного. Отклепился он там, отклеился от своего оппонента. Но это уже не самый высоченный игрок в штрафной площади Слуцко. Ведь правильно. Но он мастер. Ясное дело, если бы Сигневич, например, так забил со второго этажа, да и с такой дистанции. Здорово. Видимо, еще один ответ тем, кто катит Бочкина. Виталия Родионова. Водителя трамвая и игрока борисовского БОТ. Родионов, к слову, укрепляется в ранге лучшего бомбардира своей команды. Это пятый забитый мяч Виталия в этом чемпионате. Свисток на перерыв. Родионов у нас 1-0 благодаря единственному голу Виталия Родионова. БОТ пока впереди. 15 минут отдыхаем и возвращаемся в город Слуцк. Уважаемые зрители, сейчас будет произведен розыгрыш призов, любезно предоставленных компанией Клуб 50+. Участниками розыгрыша являются все зрители, которые приобрели билеты, а также имеющие абонементы. Сектор 2, давайте ряд 2. Итак, начинаем наш розыгрыш. Сегодня нам помогает футболист нашей команды Александр Гаврюшко. И мы высадим сначала номер сектора. Это сектор номер 5. Сектор номер 5. Ряд номер 1. Ряд номер 1. Не продано это место. Ряд номер 27. Не продано. 44. Не продано. 44. Тоже не продано. 33. Не продано. 39. Не продано. 40. 40. 40. 40. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Это один миллион рублей. Спасибо, болейте за нас и приходите на футбол. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Бластер У нас в клубе Новый ноутбук Выданный на федерации Он почему-то не тянет у нас эти повторы Так что Правда не описывайте Это не по нашей вине Смотрим угловое Возвращаемся непосредственно в футбол Какие-то моменты Послеперерывные Тоже кратико обрисуем Составы я вам тоже назову После этого удара Максима Володько Он номер 42-й Баронца Защитник Борисовского БТ Сергей Черник в воротах Также в линии защиты Максим Жавнерщик Номер 15-й Неманья Милунович Номер 19-й Денис Поляков 33-й И вот Максим Володько 42-й Это линия защиты Средняя линия Евгения Яблонская 5-й Илья Алексеевич 9-й Алексей Риос Номер 17-й Игорь Стасевич 22-й Ну и два нападающих сегодня Виталий Родионов 20-й Автор пока единственного гола в этом матче И помогает ему Николай Сигневич Номер 13-й Главный тренер команды Александр Ермакович Смотрим эту атаку Родионов с мячом Справа Крушит, вертит Первая Футболиста обвел Вот Лошенко и уже споткнулся Виталий Родионов И теперь свой ответ Будет организовывать Слуск Бобкон Направо Направо Нашел свободного партнера Это как раз таки Сергей Горщенков Который Появился на поле После перерыва Лошенков Вдвоем здесь дежурят Поджидают ошибку соперников И Сигневич И Родионов И только Такой вот Видимо Выход Самый верный Находит Алексей Залеский Длинный запрос туда Об этих Лонгболлах Мы уже вспоминали В первом тайме Возможность такой Скептической точки зрения Мы поклонники Зрелищного футбола Хотя Можно ли быть Поклонникам Незрелищного футбола Со мной согласятся Ответ Батем Жавнерчик Хотя мы с вами И являемся В принципе Поклонниками Незрелищного футбола Риос Дальше продолжать Параллельно Штрафной не стал Жавнерчик Чуть посильнее бы ему Дать на Яблонска И тогда все бы получилось Обход Ошибку допустил И подсказали ему партнеры Что позади Готов мяч у него отобрать Здесь фолл в атаке Несмотря на то Что именно Яблонский Оказался на горзоне Дадут ли футболисты Или нет состав Слузка назвать Мелькон Сильно Здесь конечно Андрей Залеский не успеет Быстренько Состав Слузка Артур Лисько Двадцать седьмой вороток Сергей Цветинский Восемнадцатый Алексей Залеский Двадцать второй Дмитрий Алисейко Шестнадцатый Андрей Залеский Тринадцатый Евгений Это линия обороны Евгений Лошенков Номер десятый Двадцать третий Игорь Бобко Виталий Мороховский Простите Сергей Горощенков Пятнадцатый И Вадим Михайлович Четвертый Впереди Николай Зиньков Номер девятнадцатый И четырнадцатый Дмитрий Загорельский И Андрей Сладинский И его помогают Меня зовут Игорь Колесник 1-0 После первого тайма Впереди БТ Напомню Что этот тур у нас В Минске Сыграет Динамо И Гомель Первые команды у нас в Европе уже стартовали Я напомню Что БТ Примет уже В среду 15-го числа Ирландский Дандолг На Борисов арене Как анонсирует Пресс-служба Борисовчан Огромный ажиотаж К этому матчу Много билетов Уже раскуплено Хотя еще До игры Серьезное количество времени Но через неделю 22-го июля В Ирландии Состоится ответный Лига чемпионский поединок Нашему представителю В главном клубном Тернире планеты Борисовскому БТ Безусловно Тоже пожелаем удачи Все-таки Хочется Хочется Всем белорусам А когда БТ Выходит в групповой этап Лиги чемпионов Объединяется Все стороны Заполняется Борисов арена Заполнялся И столичный стадион Динамо Конечно это Безусловный Праздник футбола Который нам Желто-синий И дарит Родионов Еще раз уходит Светинского Он здорово Разрывает Родионов В начале второго тайма Борисовска Может быть Пока как следует Не получается Совершающий Последний пас Отдать Капитану Батет Тем не менее Очень здорово Получается Накручивать Случан На правой На ближней к нам Бабовке Случск В атаке От Кого Мяч Покинул Случск Будет Убрасывать Большая пауза у нас возникла из-за того что Бабовко сейчас к пульсе перевязывает Бабовко 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 Заборевич Как от забора отскочило Мяч случайно Казалось бы потеряли Только на своей половине поля вернули его себе каращенков у нас видите где расположился вот сейчас он с мячом примерно той же позиции что играет и яблонский в бот и возможно будет связующим игроком между линией обороны или ней уже атакующий слуцко посмотрим где на 15-м будет играть алисейка тем временем на правом фланге раскачивает у него получается лошанков хороший получился тандем алисейка с лошанковым сначала один здорово накрутила максима володьков выиграл время выиграл пространство для зрящего паса на набегающего туда на линию штрафной площади евгению лошанкову пас аккуратненько даму и лошанков вроде метил как следует в перекладе понятное дело что на обум-то ударе дабы просто в сбор ворот попасть а сергей черник такой мячик быстро схватит или даст ему линию ворот пересечь поэтому лошанков пытался пробить и на силу и на исполнение не вышло пожалуй самый опасный момент организованный суд за 54 неполных минуты это сильнее что наталья флажки а раскидывал игроков с узко жавнерщик площади ему бабка противостоит просит открыться поближе под этим узкого милунович именно он стал автором голевого паса вместе мы во первом тайме нахваливали что уже дважды стал ушел по месяцу по голосованию болельщиков боты здорово играет на втором этаже на завершая атаке а теперь как и ассистент проявил сюда снова первая замена готовится борисовского клуба это карницкий появится на поле если асткур стейли правильно понимаю только сейчас семерка видно у игрока от александр карницкий подумайте кого может заменить александр я думаю здесь варианты есть я все таки ставлю на яблодского бобко здорово сохраняет мяч залезки зрячий пас на зубович айсинько там готов уже стартовать если бы зубович не передержал мяч во благо пожалуй сделал алексеевич валит хотя тоже кандидат на замену по всей видимости он еще в концовке первого этапа несколько подседал начинал грубить и теперь зубович посмотрите не постеснялся пошел аж четырех пятерых игроков желтой форме принесла это смелость дивиденды футбольному клубу и право на штрафную получают не слуск а дмитрий алисейко встану я в очередной раз повторять здорово исполняет дмитрий алисейко штрафные удары как раз с такой дистанции примерно с метров сколько здесь 25 26 до ворот четыре игрока рядом с ним что-то подсказывает сейчас один человек как по сценарию будет стоять возле мяча дабы заслонять момент удара и от стерки от голки про но вот зубович обыщего за голкипер стоит сейчас у нас офсайда там что-то бы не провоцировать мальцмана ну что смотрим в эти ворота алисейко с таким ударом забивал и тут не только в эти ворота алисейко никого мяча и шерковников а в рикошета здесь не было это просто 16 номер слуска мимо пробил мимо стенки мемуару соответственно я уже полагаю что в следующую паузу как раз таки и будет произведена первая замена ставим баты алексей бага там наставления вовсю дает александру корницком в этот раз денис поляков цепляет игорь зубович а и зарабатывающую карточку удивляется денис решение игоря крута тем не менее смотрите как своей настырностью смелостью наглостью полезные действия своей команде приносит и заработал штрафную перспективу теперь посадил на желтую карточку центрального защитника команды соперника таки не так ярко оговорюсь егор играл в первые свои стартовые матчи за слуск но конечно последние игра конца весны лето приносит удовольствие ну и знаем что егор должен был находиться в составе спуска до 30 июня когда истекало арендное соглашение с егелонией старт на слоте полисейка за слотом от газона черник все знает не стал кониковать увидел что мяч скокну перед ним аккуратно занял позицию зафиксировал его в своих руках так вот у зубовича продлилось с ним арендное соглашение до конца сезона рассказывал сообщение и гору своей ситуации просит он раз за разом расторгнуть контракт с егелони но как не получается у него были предложения из польской экстракласса были предложения из фнл казахстан с азербайджаном просто егелония просила продлить контракт до следующего лета это сегневич тоже с дальнего расстояния бил а сегневич кстати поле покидает александр корницкий сейчас замена в футбольном клубе боте поле покидает николай сегневич игравший под номером 13 в игру вступает александр корницкий номер день ну как оценивать сегодня игру сегневича помогал старался не более того во всяком случае с главная главную свою задачу которая на подачу вообще выпускает на поле сегодня не выполнил гол не забил набегал до виталия родионова и так корницкий в игре седьмой номер смотрим теперь за его действиями 1070 помогает мяч никак не хочет на землю опускаться и хотят этого и футболисты с резкого алексей залезского получилась сам подарил сопернику а берез хочет его быстро бросить на поле здесь 107 чем здорово от светильского уходит игорь подавать или будет идти в обыгрыш дороска мы знаем какая техника чуть-чуть не хватило поля стасевича тетинского раз за разом игроки атаки моды даже сейчас бы до метра полтора стасевич уходил от защиты консультиканта заканчивая тему зубовщим очень понравились слова игора когда его спрашивали а сам ли ты хочешь продлить арендное соглашение со слуськами остаться здесь до конца сезона игорь так очень браво отметил что сами себя в эту яму загнали и сами должны выбираться и оставить команду какую тяжелую ситуацию я не могу но вот у него на больнище от других наших многих футболистов слова сделаны расходятся яблонский чуть не в додачу показалось шел пас на володьку горщиков там показал что идет в отбор мяч все равно у воды остается корницкий стасевич уже там на дальней от нас бровки на левом флаге гордящих это вторая замена александра ермаковича тоже через пару минут мы ее увидим на пролом рио спрят и сейчас друг другу подсказывают игроки слуцкого высоко высоко поднимаетесь да прижали белоголубых туда к линии штрафной площади все ближе и ближе к этим давлением бои встречали начали подбираться к штрафной площади слуцкого а родионов может сам пойти что и делает светите аккуратненько подката мяч выбивает мяку и смотрите здесь шесть человек в желтой форме и впереди за линией мяча в том эпизоде здесь не только один игорь зубор бурович на кратook да лисейко справа улович непожадище он стеной стал сербской великой сербской стеной внимание милунович преградил эту предачу но знает да мы эту статистику что после 12 туров и БТ продолжает оставаться самой незрелищной командой чемнады Беларуси в матчах с участием Борисовского клуба. До этой встречи, само собой, было забито всего 17 мячей. 1,4 гола за матч. Так вот, этот показатель является самым низким за всю историю клуба. Даже те же Славия и Витебс являются самыми зрелищными командами. Возвращенцы в элитный дивизион, скажем так, в матчах с их участием забиваются больше 2,5 голов за встречу. С участием, Сдовска, кому любопытно, чуть более... Ну, разница-то какая? У Борисовчан 7 побед из 10, которые Борисовчане добыли с разницей в один мяч. Как Беспусян говорил, деньги не пахнут, так и здесь. Какая разница. 3 шкафка покупат, да и на счет это 32-0,7-1. Как в испанской премере мы часто видим. Самое главное, будет в конце сезона, 8 ноября у нас последний тур, тогда и посмотрим. Должно и так сказать. Зинько боролся, окружение, ну не знаю, сейчас 2, и там по сторонам еще несколько игроков БАТЭ. Башенков, может быть вторым темпом что-то у Сдовска получится. Бабко, Бабко обычно очень активно сомлел в флаге, но он в этом матче, конечно, уже внешненько не переигрывает. Даже сейчас вот себя загнал в такую попековую ситуацию. Пасу не удалось дать, Бабко со сбоком. По ровне игры, Зубович залез. Действительно, надо было ему этот мяч устанавливать, потому что он за лицевую линию ворота летел не в створок. Алексей Рьоз, поле у нас покидает. И чуть через минутку оба в садик, кстати, я вам не рассказал. Замена в футбольном клубе БАТЭ. Поле покидает Алексей Рио, играющий под номером 17. В игру вступил Михаил Горзичук, номер 62. Горзичук идет сюда, на правую бровку, на ближнюю к нам половину. Корминский разместился там, где играл Сигневич. Какая механическая замена. Корминский только играет чуть глубже. Родионов главный форвард своей команды. Так вот оба в саде, я думаю, самый внимательный пункт по первому тайму, когда эпизод был вот здесь, в центральном круге. Родионов головой прокидывал мяч на убегающего Алексеевича. Там девятка БАТЭ уже один на один выходила с Артуром Лиско. Но Лайсман поднял флажок и ошибся. Потому что в перерыве мы этот эпизод рассмотрели. Видите, чем еще примечательна интернет-трансляция. То, что инспектор даже пришел, попросил глянуть этот эпизод и подтвердил, что Лайсман все-таки допустил ошибку. Потому что во время передачи Родионова Алексеевич находился еще на своей половине поля. И, понятное дело, вне игры в такой ситуации не считаются. И, причем, не то чтобы на грани, а там действительно сантиметров 20-30 еще было до центральной линии. Вот, можно сказать. Не украл, конечно, гол Лайсман, но, во всяком случае, тета-тета Алексеевича и Артура Лиско из-за бокового судьи мы с вами не увидели. Тета, конечно, счет мог бы быть иным. А мог бы и не быть, кто его знает. Алексеевич с мячом. Милунович. Зубович один из девять дежурит. Конечно, тяжеловато играть в собачку. То, что сейчас исполняет Зубович. Обозначает лишь какое-то свое присутствие минимального прессинга. Он, конечно, тяжело туда-сюда бегает. Но только сейчас Мельхуэлла, Шелков, ближайших своих оппонентов прикрыли. Родионов. Сам уже вперед сильно не торопится. Виталий тоже под устав, по всей видимости. Стасевич. Расстреливая Светинска свои, не решил не замыкать. А из игроков желтой формы никого не оказалось. На траектории мяча мягкий заброс от Яблотского. И снова в игру вступает Артур Лиско. Но говорили мы, что Борисовчанин в чемпионате, в двух играх чемпионата, которые уже были сыграны между этими двумя дружинами. Вот я обязательно три гола ворота Слудска отправлял. О, полетает Лиско земной. Горябельный удар получается у Зубовича. Сейчас там себе улыбается. Егор, конечно, расстроен и благодарит Бопо за эту передачу. Пожалуй, он самый острый момент. С эпизода Боркова это матча, обычно он влеклой тенью самого себя является. И сейчас здорово, мощно и акцентированно прострелил. Мало того, что Сейкомик забыкать передачу, что проглазал по мячу, Дюкши Зубович вторым темпом мог заставить капитулировать Черника. Но мимо кассы, даже мимо двух. Так вот, обычно Ботея отгружает Слудска три мяча. Любовь показал, будет ли что-то подобное сегодня. Потому что Слудска пока в этом чемпионате крупных поражений не испытывал. То есть в три или более годов. Да, были поражения в один, в два мяча. Их было много, но вот разгрома пока Слудска в этом чемпионате не потерпела. Вот какая-то из этих серий сегодня должна прерваться. Все-таки я надеюсь, что наша инициатива вывешивать второй микрофон для интершума себя оправдывает. Какое-то звуковое сопровождение вы более-менее слышите. Именно поэтому я небольшую паузу нагадил. Слудска, прависсимо Сергей Щерник. Это действительно пока лучший нотарь в нашем чемпионате. И ответим в Слудска комбинацию Слудска. Классный навес был со штрафного. Слудска, несмотря на эту супрузность кажущуюся, здорово сложился. И почти девятку проверил. Дворот Борисовского АПТ. Но Щерник здесь безусловно совершенно аргументированно сорвал опросистенты из своих и чужих болельщиков. И теперь Щерник с другого игру. Он быстро пытается разыграть мяч с винта из ближних. Таких не оказывается и по времени нет. Щерник, ну-ка, сейчас Максима Жавнерчика находит. Максим Жавнерчик. Это своеобразный абориген здесь в Слудске. Он родился в городе Солигорске. Мы знаем, какие малые расстояния между Слудском и Солигорском. Кстати, в следующем туре здесь, на этом стадионе, состоится первое солено-сахарное дерби. Вообще, в истории очень любопытно будет заметить. Пока не прозвучал финальный свисток. Слудску еще есть за что сражаться. Ибо Тест стоит укреплять свое преимущество, если не хотят. Оставить в турнирной таблице в графе ничьи лишь циферку 2. Напомню, пока худшие игры в чемпионате УБТ были как раз такие нулевые ничьи с торпедой Беласа Солигорске. 71-я минута, тем временем, у нас стартовала. Слово об этой любопытной и сухой, и беспроигрышной серии Борисовского Боте говорил внимание Милуновича. В его бытность игрока-царвена Звезды серб говорил, что буквально за первый круг, что такое, команда пропустила 6 голов. Это и то было большим рекордом, значимым событием. А тут Ботео какие чудеса творит. Ну и я думаю, вы лишний раз говорите о топ-обитом рекорде Двины. Когда команда Кот не уступала, лишний раз повторяется ситуация Ботео уже с... ...человек, который так из-под тяжка жаждет, чтобы Ботео проиграло, просто любопытно. Насколько хватит терпения главным преследователям и главным конкурентам Борисовской команды в нашем чемпионате, в частности с Ольгорским шангтером, Минскому Динамо. Может, еще кто-то будет. Хороший шанс получает Виталий Родионов. Отметим пас Корницкого и отметим бросок Артура Лиско. О, все было разыграно как по нотам. Тик-так-ток, в хоккее так называют. Коринский получил, тут же наш увидел глазами Родионова, с передачи не замерил, и Родион оттуда. На угол, влево, 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 мяч направлял, в угол, влево, влево, то есть как улочек. Давай, 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 давай! Убей, давай! Первый рекорд и сегулка стоит. Вооб украинских гор? Есть! Раз,written мо Messi! На весь второй тайм. Да уж совсем в какую-то литургию не впасть в последнюю 15 минутку матча. Вот около шаре. Ну вот в подтверждение моих слов Игорь Круг устраивает второй водопой. Похожую картину мы видели и в тайме первом. 74-й минута у нас стартовала. Можно и минутку попить. Давайте пока у нас пауза. Я вам тогда анонсирую предстоящие перипетии в белорусском футболе. В следующем туре Борисовские боты отправятся на юго-запад страны. Самый уголок к Мозорской славе. К обескровленной, можно сказать, Мозорской славе. Понятное дело играет вся команда во главе с тренером. Но что теперь будет представлять Мозорский клуб без своего плавного Галеодора, который буквально сегодня уже официально пополнил отряд российского ТОСНа, мы пока не знаем. Слуск, я уже об этом говорил, здесь впервые на стадионе городском сыграет соревно-сахарное дерби 11 июля. Эта игра пройдет тоже, всех предназначая к нашей трансляции. Очень любопытное зрелище. Будем наблюдать. И по всей видимости у нас тоже в трансляции будет для вас сюрприз. Такого никто еще не делал, но нас такого не делали, даже мы. Но вот если все получится, все срастется, то тоже будет приятная. Уважаемые болельщики, завтра в понедельник состоится матч дублирующих составов Сулун-Батэ. Начало матча в 16.00. Обыгря дублирующих составов. На центральном стадионе на городском. Помимо Европротивостояния, которое уже совсем скоро, 15 июля, предстоит выдержать Борисовскому клубу. Ведь у нас скоро и кубок стартует. Вступают в борьбу клубы в вышке. 18 июля Батэ сыграет Сашловску, Спартаков, Слуску. В соперники выпали, пожалуй, один из самых медийных клубов страны, самых занимательных клубов страны. Минские Крумкачи. Все, это о событиях грядущих. Теперь возвращаемся на поле стадиона городского. У нас, пожалуй, будет самое вкусное впереди, завершающие 15 минут. Главное, чтобы она не была самой жареной. Потому что, безусловно, температура не опускается. Ветерок, правда, остается таким же сильным. Немного какой-то прохлады дает футболистам. Тем не менее, я думаю, не пройдет у нас концовка матча. Будут такие поперечные передачи. И вялую игру игроков, будто они в состоянии кома. Находится, как сейчас Яблонский, который уже крутится на одном месте с мячом. Секунд 10 так точно. Безусловно, этот результат устраивает Борисовский клуб. Время сейчас играет за него 12-м игроковым. Тем не менее, все мы прекрасно понимаем, какой это скользкий счет. Любая сечка, любая срезка. Какой-то точный удар, индивидуальное мастерство. Квоты из Случан. И паритет на табло будет восстановлен. Такое же может случиться и в обратную сторону. Поэтому, думаю, Боте будет выжидать каких-то свои моменты. Случан так точно уже терять нечего. Поэтому местная Торсида также гонит своих в атаку. Проигрывать 0-1 или 0-17 не имеет никакого значения. С точки зрения турнирных амбиций и турнирных расположений. Во всяком случае, на данный момент. Андрея Залезкова здесь косили. Родионов не торопясь будет подходить. И Бобко раз ждет, пока Родионов отойдет. Будет исполнять навес и штрафную площадь. Пока это самологичным решением видится. Особенно там, как он поднял его разу точно. Быстренько его Милунович закрыл. Которую наголову выше. Форварда Случан. Ну и смотрим. За этим любопытным стандартом. Просит руки исполнять. Бобко это штрафной. Подача. Здесь тоже учерник. Кулаком играет голкипер Боте. А на мяч Алексей Залезки шел. Тоже высокий центральный защитник Случан. Так, третья замена готовится в составе гостей. Дмитрий Бага. Распояется Силько. Это мимо. Это мимо буквально с линии вратарской. И получил сюда Рузелько. Какой момент имеет уже 19 номер Случка. И сейчас здорово кто-то из центральных защитников, если не ошибаюсь. Но снова жибал Денис Поляков. Отпустил вперед себя Силько. Справа Николай здорово бил, но не попал. Как себе, тут здорово рост показался в близкой позиции. Да, ну и как раз сейчас у нас одновременно главные тренеры исполняют свои заключительные замены. Дмитрий Бага появится в составе Боте Сергей Левицкий. Заменит кого-то в составе Случской дружины. Не очень удачную. Молодько сейчас. Кто в выигрыше сыграл? Дейко. Левицкий себя предлагает. Но Гомико с мячом возился. Но Дейко, простите. Любопытно так наблюдать, когда Алексей Бага дает какие-то указания на матч Дмитрию Баге. Классно это очень. Горзичук едва ли не первый раз с мячом встречается. Есть в переднем пространство, есть кого отдавать. Видит опасно Родионова. В одно касание Миталия хотел в стеночку продолжить. С горзичуком. Но защитник Аславуска на этом уже собаку съели, все видели. Только вот мяч не сохранили у себя. А Николай Зинько у нас поднимает. В поле покидает Николай Зинько, игравший под Монором 19. В выбор вступает Сергей Левицкий, номер 6. Сергей Левицкий вместо Николая Зинько. У Левицкого будет 6-й номер. Дмитрий Бага, по всей видимости, выйдет уже в следующей паузе. Уже в Нерчик. Немного с мячом. Просто некому бросить. Горденчук. Головой на Алексеевича. Кирилл мяч сохраняет. Жабнерчик. Яблонский. Стасевич совсем у нас пропал с радаров во втором тайме. Если в первом тайме мы его зачастую видели, и Горденчук здорово зарядил. С лета и с разворота одновременно пробил, но выше. Если в первом тайме Стасевича мы видели гораздо чаще, он и стандартный исполнял, и обострял с двух флангов. Помните, когда они с Риосом менялись? Замена в футбольном клубе БАТЭ. В поле покидает Илья Алексеевич, игравший под номером 9. В игру вступает Дмитрий Бага, номер 55. Дмитрий Бага, номер 55. В рамках элитного чемпионата, элитного дивизиона. Пока в этом чемпионате 2 плюс 4. И заметили, вот она, наверное, по картинке, перепаду цветов, что у нас тень наконец-таки опустилась на поле стадиона городской. Самое то, около 10 минут с учетом компенсированного. Не полагаю нам еще играть. И право на штрафное получает случайное. Андрей Залеский решил его склонять. Алисейка подпишет, он должен его склонять. Залеский быстренько навесил. Чернях. Первый нам еще оказался, показывал Зубович, что угловой. Круг вообще говорит, что удар отворот. К слову, может быть, если мимо кого-то это прошло, советую очень прочитать интервью Сергея Черника. Не на спортивном ресурсе, на сайте католик.бай. Довольно любопытно он вещь о своей жизни рассказывает. Конечно, еще раз он открывается. Лично для меня, во всяком случае, как человек с очень прекрасной яркой стороны. Обязательно поищите, я думаю, несколько минут удовольствия вы получите после этого прочтения. Ну, там, кстати, он говорит, что не стал бы он вратарем футбольным, обязательно стал бы вратарем хоккейным. Пока Чернях, как во всяком случае, в сегодняшнем матче больше, конечно, играл руками, больше играл на верховых мячах. Конечно, уже можно мемы рисовать, если и Баттейс сегодня одержит вот эту минимальную победу с счетом 1-0. Я уже вам говорил, что 7 побед из 10 борисовщане в этом сезоне добились как раз-таки минимальных с счетом 1-0. Стасевич, подача. Залезский мяч, расследует не вынос, Стасевич добивал. Гвоздь хотел вколотить. Я так об этом вновь продолжается. Стасевич, мягкий заброс, действительно, с головой играет. На вынос. Ермакович здорово сейчас освоит физическую сторону, показывает, закрывает. Случается. Левицкий не вошел еще в игру. Вроде неплохой пас на революшаков дуала. Слева Зубович еще бежал, но... Единственное оправдание нахожу. Конечно, еще как следует не вкусил. Не впитал в себя весь нерв матча. Пока Сергей Левицкий, это, конечно, первое его касание было бы в этой игре. Конечно, хорошо бы такому футболисту, который только-только вышел на замену, не с первых минут, и вот так под концовочку. Дать почувствовать мяч, подержать немного. А вот сейчас что-то похожее мы видели. Зубович сохранил мяч в поле. Лайцман там был сантиметры, буквально от него все видел. И аут. Лисейка даже никто рядом не стоит. Только сейчас Нашаков побежал. Все стали, что Лисейка куда-то длиннющий выброс сделает. Светинский и Родионов здесь. Светинскому не паниковать на Лискова. Уже даже не бегут, особо не помогают Корницкий и Городичок одному Виталию Родионову. Но это сейчас и намекает Александра Гермуковича, если это можно назвать намекает. Он прям вором, криком, размахами руки гонит Корницкого туда, ближе к той линии, где как раз-таки Виталий Родионов и располагается. Конечно, нужно помощь к капитану, дабы наглетать впереди. Если больше БТ будет прессинговать на эти последних минутах, меньше шансов у Лиска останется для того, чтобы организовать свой финальный штурман. Корницкий, жанерчик. Сам идет Максим против Андрея Залесского угловой. Зарабатывает правый защитник своей команды. У нас три с половиной минуты. До конца основного. Лишь времени матча. В втором тайме, безусловно, будет добавлено больше. У нас было и больше замен. У нас был еще один водовой. Потому что, я думаю, четыре минутки можно смело ждать. Сейчас вне пределов штрафной. Не считая Стасевича, четыре игрока Брисовского БТ. Корницкий за шиворот мячем улетел. Понятное дело, сильного удара головой у него не получится. Ну, хоть сброс такой Корницкий сделал. Мяч у своих оставил. Горзичук. Перевод на фланг. Здесь Максим Володько. За это, конечно, можно и желтую карточку показать. Володько, видимо, поверил в себя. Стартанул туда. Бооротом Слуцко. Потом понял, что обыграли его. Цеплял руками соперника. Цеплякспективная атака могла у Слуцко получиться. Получится ли она сейчас? Левицкий. Сильный пас получился от Андрея Залескова. Левицкий уже не бежал. Черник все равно оказался первым на мяче. Но здесь виноват дающий, конечно. Очень сильная передача. Получилось у Залескова. Хотя слабее ее и не сделать будут. Володько. Снова вперед мчится. И снова мяч теряет. Мелькон. Резервный арбитр у нас уже с цифровым таблом. Не знаю почему, но нет какого-то нерва в ожидании вот этих компенсированных минут. Потому что у Слуцко как не получалось ничего, по сути, во втором тайме, так, в всей видимости, не получится в этой концовке. Хотя, как мы и говорили, 4 минуты будет добавлен. Да просто я схитрил, посмотрел резервный, набрал 4 этапа у нас. Ну и просто черник сейчас и успокоится. Он подождет, пока Зубович кем-то подбежит. Возьмет мяч в руки. Сэкономит еще какое-то время. Чуть больше минуты. До конца основного. И времени матча у нас остается. 1-0. Напомню, Батэ, пока в гостях, выигрывает он футбольного клуба Слуцко. Но Слуцко не опустится ниже, потому что Витебск свой матч вчера проиграл. Говорил я уже об этом, еще проиграл по всем статьям. Минск продолжает просто громить всех и вся. До этого отгрузил 5 мячей граниту, но этот раз 4 в Витебску. Ну, гранита в этом туре 5 мячей получил. Жалко, чисто говоря, был хитрый любым римом. Здесь, в случае, в двух играх, это, конечно, что-то с чем-то. Хотя, в большинстве из них он не виноват. Слуцко останется на предпоследнем месте. Ну и Батэ имеет шанс оторваться еще больше от Минского Динамо и от Солегонского Шахтера. Потому что все-таки и Комель, несмотря на свою зеленность не только формы, но и футболистов нынешних, все-таки составляет какую-никакую, но силу. Ну и на выезде в Бресте, где будет играться... К основному времени матча добавлено минимум 4 минуты. Это мы уже с вами знаем. Этим нас не удивишь. Гордещук вошел в штрафную. Перемудрил немножко. Съели его защитники Солцко быстренько. И теперь молодец, конечно, Гордещук. Попросил откинуть мяч. И не дал быстрый розыгрыш случайным. Сделало здорово. Такие моменты, конечно, тоже футболистам надо знать. Это тоже надо почувствовать, когда вовремя в хитринку добавить. Не получается еще отзывок у Зубовича. Фан-сектор Батте громогласно заряжает Борисовчане. Жестковато едва. И слогнулись два футболиста с узкой МОТЭ. Гордещук. Справа карнизка, которого забегал. Здесь Гордещук ошибся в передаче. Безусловно... Бабко. Повторюсь, еще не потеряно. Счет 1-0. Время еще есть. В круг видел, он стоял, пожалуй, ближе всех к Стасевичу, потому никакой руки там не было. Корницкий, Родионов-Овсадиус. Справа Ди Гордещук. И вот сейчас Стасевич видит. Разбежаться уже Гордещуку некуда. Только вот так, если простреливать, и Бабко мяч попадает и за лицевую приходит. Да, не получилось у Сусловска никакого финального навала. Да и, пожалуй, весь тайм прошел под инициативой Борисовского БАТЭ. Хотя инициативу это тоже довольно тяжело назвать. Просто Борисовщанин мы еще владели больше. И такого подавляющего именно игрового преимущества мы так и не заметили. БАТЭ в этом сезоне, конечно, на самого себя. На ту команду, в которую вы привыкли их видеть, не похожа, безусловно. Это такая, знаете, машина просто по набору очков. Никто за это и, безусловно, не осуждает. Дважды пытались пробить Артура Алиско. И Денис Поляков, и Александр Корницкий. Но оба раза мяч в поле из игроков с Лоскова попадал. И очередной главы мы будем с вами смотреть. Заключительные моменты. Только что Юрий Кротт в картикула не попал, так в сердцах. Ударил себя по ноге, конечно. И доволен он тем, что при том счете, как-то слуску нужно отыгрываться. Не просто владеть мячом, а как-то акцентированно угрожать воротам своего соперника. Случайно прижимаются к своим. Мне кажется, как манну любезную персонального свистка. Не сказать, чтобы боты именно выиграли, потому что перебегали своего соперника по этой жаре. В принципе, та и другая команда под занавес матча смотрится более-менее бодро. Если это можно сказать бодро футболом, конечно. Дает кому здесь играть. И за боковой. Ну что ж, 51-й поединок для Александра Ермаковича. Ермакович в качестве главного отменера «Желто-синек». Пробок высшего дивизиона становится победным. И вот это свой процент побед, по которому как раз таки опережает. И Гончарьяка, и Путус, и Гончарьяка еще больше увеличивается, по всей видимости. Вот и все. Игорь Крокдин, финальный свисток. В гостях Борисовский Батэ с минимальным счетом переиграл Слуцк. Единственным автором забитого мяча стал Виталий Родионов на первокомпенсированных первом утре. Определены лучшие игроки матча. В составе гостей футбольного клуба Бориса Батэ, лучшим игроком признан Виталий Родионов. Команде футбольный клуб «Слуцк» лучшим игроком признан Вадим Мелько. Огарма зрителей, еще раз благодарим вас за то, что посетили этот матч. И выражаем надежду, что вскоре вновь встретимся с вами на очередном матче. Футбольные клубы выражают свою благодарность партнерам и спонсорам. Следующий домашний матч состоится 12 июля. Спортивный футбольный клуб «Слуцк» принимает команду «Жахтер-Солегон». Время матча 16.00. До новых встреч! Ну и мы прощаемся. Спасибо, что были с нами. Я должен был подождать, пока Диктора скажет, что это официал. Надеюсь, наша трансляция вам понравилась. Огромные поздравления, Поленчика Батэ. Увидимся на следующей домашней игре футбольного клуба «Слуцк». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok